Шаг за шагом Сергей Шавров Перед погружением повтор пройденного материала, как дышать под водой, продувать маску, чтобы не скапливался конденсат. Тренирует коголымчан Олег Ленц, инструктор по дайвингу Центра адаптивного спорта Югры. Он ежемесячно наведывается в гости, ведет работу и с тренерами, и с аквалангистами. Парадайвинг начали развивать в Коголыме прошлой зимой. Сегодня люди с инвалидностью проходят полноценную реабилитацию и открывают для себя новые горизонты. Дает ту возможность находиться в гидроневесомости и позволяет выполнять те движения, которые, к сожалению, на суше для них затруднительны. Вот это дает водичка. Ну и вода всегда это. Говорят, что мы все из воды вышли. Поэтому это наш родной дом. Возвращение, оно всегда приятно. Со слов опытного инструктора, начинающие парадайверы чувствуют себя в воде гораздо увереннее. Уже плавают в парах. Ребята научились экипироваться, собирать склуму, научились входить в воду. И вот те упражнения, которые мы сегодня выполняли там, у них тоже получились. Самая главная победа – это то, что они победили самих себя. Они преодолели вот тот страх, они с ним справились. Адаптивное подводное плавание, со слов инструктора, лучшие средства от многих недугов. А еще отличная тренировка легких. Сегодня парадайвингу обучается 10 коголымчан. Развитие этого вида спорта стало возможным благодаря победе Коголымской городской федерации инвалидного спорта в проекте «Глубины дарят надежды». Весной они выиграли президентский грант. На достигнутом останавливаться не собираются. На перспективу мы будем дальше развиваться. Мы сейчас на данный момент, федерация инвалидного спорта, участвует во втором гранте президентском. Если мы станем ее лауреатами, победителями этого президентского гранта, у нас будет закупаться еще дополнительное оборудование, согласно антропометрическим данным, ребят, которые занимаются. Тогда, возможно, в городе откроется третья группа парадайверов. А это даст возможность заниматься еще большему количеству коголымчан. Кристина Скворцова, Алексей Николаев. Специально для новостей.